Принципы гуманизма в искусстве итальянского возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. В конце XV века сложилась оригинальная школа живописи во Флоренции. На её становление оказал влияние расцвет гуманистической мысли. Основным направлением гуманизма является интерес к человеку, вера в его возможности как физические, так и духовные. Идеи гуманизма нашли отражение не только в произведениях живописцев, скульпторов, но и в литературе, например, в творчестве Франческо Петрарки. В творчестве скульпторов Донателло, Пико Делло Мирандало, живописцев Джованни Бокаччо, Мазаччо утверждалось значение человеческой личности, а тело человека отображалось по античным традициям. Итальянское возрождение наиболее ярко представлено такими именами, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Их творчество, переросшее границы самой флорентийской школы, и явилось началом эпохи Высокого Возрождения в итальянском искусстве. В произведениях великих мастеров на первом месте был образ идеально прекрасного человека. Этот образ всегда был возвышенным, а иногда имел героико-драматический характер. Олицетворением эпохи Возрождения является Леонардо да Винчи — художник, изобретатель, инженер. Родился Леонардо да Винчи недалеко от Флоренции в 1452 году в семье флорентийского нотариуса и крестьянки. Свои детские годы Леонардо провел с матерью, так как отец вскоре женился на знатной девушке. В браке у отца больше не было детей, поэтому он взял сына в новую семью. Разлученный с детства с матерью, Леонардо всю жизнь пытался воссоздать образ матери в своих картинах. Воспитываясь в доме отца, образованного человека, будущий гений получил отличное образование, был обучен письму, чтению и счету. Отец пытался приобщить сына к семейной профессии, но Леонардо не интересовали законы. Со слов знаменитого биографа Джорджа Вазари о ранних годах жизни Леонардо да Винчи. Люди видели это, божий дар в Леонардо да Винчи. Его красоту невозможно было преувеличить. Каждое его движение было грациозно само по себе, а его способности были столь невероятны, что он мог с легкостью преодолевать любые трудности. Его сила была такова, добавляет Вазари, что правой рукой он мог согнуть дверную колотушку или подкову, как будто они были из свинца. О характере Леонардо да Винчи Вазари говорит следующее. Мужество и высота духа поистине королевские. И хотя до нашего времени так доподлинно и неизвестно ни одного портрета Леонардо в молодости, судя по описаниям, он был высок, хорошо сложен, темноволос. Сочетание занятий музыкой и изобразительным искусством было очень распространено в эпоху Возрождения. Поэтому неудивительно, что Леонардо да Винчи со слов Вазари мог петь и божественно импровизировал на лире. Умение Леонардо вести беседу привлекало к нему все сердца, и хотя собственностью он не обладал никакой и работал немного, все же он держал слуг, а также лошадей, которым всегда был неравнодушен. Воистину он любил всех животных. Часто проходя мимо рынка, на котором продавали птиц, он возвращал пленницам утраченную свободу, выпуская их всех из корзин, а торговцу платил запрашиваемую цену. Очень любил Леонардо да Винчи различные затеи и розыгрыши. Когда Леонардо исполнилось 15 лет, его отдали в подмастерье, то есть ученики, к художнику Верокьо во Флоренции. В обязанности подмастерья входило, как правило, растирание красок и различная черновая работа. С течением времени ученик овладевал мастерством, накапливал опыт, и ему начинали доверять простейшую часть работы в заказах, которые получал художник. В скором времени Леонардо своими способностями превзошел самого мастера. Верокьо получил заказ написать картину крещения Христа. Мастер поручил Леонардо, своему ученику, написать одного из ангелов на картине. Два ангела, написанные мастером и учеником, оказались разными по мастерству и технике исполнения. Ученик превзошел своего учителя. Пораженный талантом Леонардо, Верокьо оставил живопись навсегда, а Леонардо, в возрасте 20 лет, получил квалификацию мастера и стал писать картины на заказ. В 1482 году Да Винчи переехал из Флоренции в Милан. Чтобы завоевать расположение к себе правителя Милана Лудовика Сфорца, он написал ему письмо, в котором представлял себя как военного эксперта, изложил свои идеи по изобретению нового оружия. «У меня есть планы мостов», — писал он, «очень легких и прочных, весьма пригодных к переносу. Я нашел способы, как разрушить любую крепость или какое-либо другое укрепление, если, конечно, оно не построено на скале. У меня есть также чертежи для изготовления пушек, очень удобных и легких в транспортировке, с помощью которых можно разбрасывать маленькие камни наподобие града. Я знаю, как добраться в определенное место через пещеры по секретным путям безо всякого шума, даже если для этого придется проходить узкими траншеями или под рекой. Я могу делать закрытые колесницы, безопасные и неприступные, которые со своей артиллерией врываются во вражеский строй, и ни один человек не сможет им противостоять. «Я могу создать такую пушку, мортиру или другое артиллерийское орудие, что оно будет выгодно отличаться от тех, которые обычно используются. Я могу создать катапульту, баллисту или другую машину удивительной силы». В письме Леонардо также отмечает, что он очень искусен в живописи и скульптуре и что может сотворить конную статую, которую Сфорца в то время как раз задумал. Во времена Возрождения для художников было совершенно естественно заниматься оружием. Человек, способный нарисовать и отлить бронзовую статую, с тем же успехом мог отлить и пушку. Создание защитных сооружений было делом архитектора. Он мог с такой же легкостью взяться за строительство башен и бастионов, как и за строительство дворцов. Свои идеи Леонардо черпал из различных источников, переосмысливал и во многом совершенствовал чужие проекты. Его закрытые колесницы, безопасные и неприступные, имели более простые прототипы еще в римские времена. Это были колесные конструкции, которые несли тяжелые деревянные щиты, предназначенные для взятия городских стен. Они также прикрывали воинов, которые действовали тараном. Леонардо значительно доработал эту идею и превратил колесницу в вооруженную повозку, прикрытую панцирем. Так сказать, прообраз танка. Повозка была снабжена пушкой, управлялась вся конструкция изнутри восемью войнами. Для управления использовались рычаги и приводы. Конечно, сомнительно, что вся эта тяжелая конструкция могла управляться только силой человеческих мускулов, особенно на значительное расстояние по неровной или скользкой местности. Но в этом, как и во многих других своих изобретениях, Леонардо был увлечен скорее идеей, нежели воплощением. Создав эскиз танка, он немедленно взялся за разработку других идей, оставив на потом решение вопроса о движущей силе машины. Из книг он почерпнул также идею колесницы, снабженной косами, и усовершенствовал ее, создав механизм, вращающий лезвие горизонтально. Он оставил леденящий душу рисунок этой колесницы в действии, но сделал пометку, что подобные колесницы принесут больший вред тем, кто их использует, нежели тем, против кого они направлены. Среди его артиллерийских орудий необычного типа следует назвать пушку с 36 стволами, которые собраны в три яруса, по 12 в каждом. Принцип действия прост. Пока один ярус стреляет, другой охлаждается, а третий заряжается. Такая многоствольная пушка стала предшественницей современного автоматического ружья и ракетной установки. Леонардо также принадлежит эскиз корпуса снаряда, который взрывается при ударе и рассеивает вокруг куски металла. Леонардо интересовали также проблемы полета. Он очень хотел построить летательный аппарат и помочь человечеству осуществить мечту — обрести крылья. «Кто знает все, тот может все. Только бы узнать, и крылья будут», — говорил он. Его идеи аэроплана и парашюта были вполне пригодны для полета, однако несовершенство материалов его эпохи не позволили их реализовать. Леонардо да Винчи интересовался не только работой машин, но и работой человеческого тела. Очевидно, некоторый опыт в изучении анатомии он получил во Флоренции, где посещал анатомический театр. Анатомией художники Возрождения интересовались прежде всего для правильного представления о человеческом теле и отображения его в своих произведениях. Всю свою жизнь Леонардо делал наброски, рисунки, заметки, посвященные анатомии. Эти работы стали известны намного позже и, по оценкам ученых, обогнали научную анатомическую мысль на 300 лет вперед. В последние годы пребывания у Сфорца Леонардо да Винчи значительную часть своего времени уделял математике, доказательству своих теорий. Свои последние годы жизни Леонардо да Винчи провел вдали от родины, во Франции, в одиночестве. Наследие гения насчитывает более 7000 страниц черновиков и рукописей, в которых описываются его многочисленные изобретения и открытия. В совокупности эти записи составляют 120 книжек. Удивительно то, что большинство записей сделаны тайнописью, зеркальным почерком, то есть написаны справа налево в зеркальном отражении. И хотя живопись в жизни Леонардо была предпочтительней всем другим занятиям, после его смерти осталось лишь несколько картин. Дело в том, что над своими картинами художник работал очень медленно. Например, фреску «Тайная вечеря» он писал 16 лет. Имя Леонардо да Винчи ассоциирует с портретом Монелизы «Дель Джоконда». К сожалению, многие из идей Леонардо да Винчи не были реализованы при жизни и были забыты. Но все равно Леонардо да Винчи остается в глазах человечества гением, в одиночку заложившим фундамент современного инженерного знания. Еще одним величайшим деятелем эпохи Возрождения был Микеланджело Буанаротти, современник Леонардо да Винчи. Для Микеланджело первым из искусств была скульптура, хотя он был выдающимся живописцем, архитектором и поэтом. Именно скульптура, по его мнению, могла передать красоту человека. Еще при жизни Микеланджело приобрел славу искуснейшего творца. Однажды ему сообщили о прекрасном мраморе, лежащем во дворе одного из флорентийских соборов. Над этим камнем поработало множество скульпторов, основательно его испортив. Церковные власти махнули на все рукой, и глыба продолжала стоять в таком виде еще долгие годы, пока не была отдана великому скульптору. Микеланджело создал скульптуру Давида, царя Израиля, который, согласно библейскому мифу, победил великана Голиафа. Высота скульптуры пять с половиной метров. Произведение ошеломило всех. Открытие монумента превратилось в народное торжество. Памятник установили на центральной площади Флоренции перед зданием городской ратуши. Не менее известными были и другие скульптуры Микеланджело «Пьета», второе название, «Оплакивание Христа» и «Моисей». В 1508 году Микеланджело и ряд других мастеров-живописцев были приглашены папой римским Юлием II для работы над росписью Сикстинской капеллы, часовни Ватиканского дворца. Микеланджело отказался от помощи других мастеров и выполнил всю работу сам. Известные библейские мифы о сотворении Земли и человека, всемирном потопе и спасении стали содержанием его фресок. Самое известное из них — сотворение Адама. Автору приходилось работать в тяжелых условиях, стоя на высоких лесах, запрокинув голову, на глаза и на лицо мастера, постоянно капала краска, но никакие трудности не могли заставить Микеланджело оставить свою работу. Через много лет Микеланджело опять удостоился чести выполнять заказ уже другого папы римского, Павла III. С 1536 по 1541 годы Микеланджело расписывает алтарную стену Сикстинской капеллы с ценами Страшного суда. Эта монументальная фреска с массивными фигурами, устрашающей силы, по духу была совершенно иной, чем предыдущие работы. Микеланджело снискал славу искусного живописца среди своих современников. Художник забывал даже обнажать голову перед папой римским, но папа, очарованный талантом мастера, даже не замечал этого. Много времени Микеланджело уделял также архитектуре. С 1546 года он трудится над преображением главного католического собора Святого Петра в Риме. Микеланджело работает над проектом купола католической святыни. Малоизвестным фактом биографии Микеланджело является его увлечение поэзией. Как и многие современники-гуманисты, Микеланджело писал в основном сонеты, которые стали известны лишь через сто лет после его смерти. Еще одним великим итальянцем эпохи Возрождения был живописец Рафаэль Санти. Долгое время он жил во Флоренции, и становление его мастерства прошло под влиянием творчества Леонардо да Винчи и Микеланджело, технику живописи которых он тщательно изучал. Многие картины, на которых изображена Мадонна с младенцем на руках, относятся именно к этому периоду жизни и творчества художника во Флоренции. Все Мадонны по-своему индивидуальны и отличаются особой материнской красотой. Такое направление творчества объясняется потерей матери в раннем детстве. В 1508 году Рафаэль, как и Микеланджело, был приглашен в Ватикан Папой Римским Юлием II для почетного заказа росписи парадных залов Ватикана. Рафаэль становится официальным художником папского двора. У Рафаэля всегда было много заказов, поэтому он часто прибегал к услугам своих помощников. Высокий уровень мастерства художника можно видеть в портретах, произведениях последних лет живописца. Эти работы стоят в одном ряду с произведениями Леонардо да Винчи по тонкости передачи образа человека. Самым известным произведением Рафаэля является Сикстинская Мадонна, которое он написал для алтаря монастыря Святого Сикста. Сикстинская Мадонна считается по праву совершенным творением мастера. При всем многообразии линий картина впечатляет своей гармонией и заставляет неустанно глядеть в печальные глаза Марии. В 1514 году после смерти Доната Браманте Рафаэль становится архитектором собора Святого Петра. Этот факт говорит о том, что Рафаэль получил всеобщее признание и как архитектор. Творчество великих флорентийцев Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля оказало влияние на становление других живописных школ. Так на севере Италии возникает Венецианская школа живописи. Ярким представителем этой школы является Тициан. В его творчестве нашли свое выражение жизнерадостность, полнокровие и красочность жизни — характерные черты венецианской школы. Творчеству Тициана присуще богатство яркой цветовой гаммы, объединенной теплым золотистым тоном. Особой глубиной и острой проницательностью психологической характеристики отличаются портреты Тициана. Славу живописцу принесли женские образы, которые прославляют физическую красоту и душевное здоровье. Вклад великих итальянцев, художников возрождения невозможно оценить. Этот вклад огромен и является бесценным кладом сокровищницы мировой культуры. КОНЕЦ